Промяли и теперь легонечко делаем такую вот пужинку, да я даже не держу, она просто могла упаковываться вот в этих вот местах. Немножко как раз поддернул. Спустили вниз, растрясли ему круг, чтобы он полностью не сопротивлялся, не чувствовал ничего. Да, можно и вот так вот поддергать в принципе. Тут уже тоже, кстати, есть очень много таких упражнений. Вот он сам показывал, помнишь, когда давил сюда, и это мой жимнальная терапия на колено. Если не крутить, специально и не надо. Чуть-чуть сдвигаем руку дальше, загибаем ногу вперед. И вот смотри, если у него в принципе не касается пятка, а он смещается целый кулак до ягодиц. Это значит, что все-таки есть напряжение в седающей мере грушевидной мышцы. Все-таки есть. Вот, а нам сейчас не этого важно, мы еще делаем другое. Мы ногу это придерживаем, а здесь давим в стопу вот туда, вперед. То есть упирайся, нет, не сюда, вот упирайся, где она стыкуется, стопа с надышкой, да, вот это вот место. И как вот туда вот. может тоже произойти, просто оттягивание. После этого я беру ногу на лице. И одновременно я вытягиваю, да? Ага. Вот туда. Стараюсь как бы оторвать. Разворачиваюсь в обратную сторону. Сейчас подожди. В обратную. То есть лицом к нему, да? Ага. Вот видишь, потом как бы вот. Чтобы вот прям колыхалось бедро и ягодицы. Вот. Понятно. Таким образом мы раскрепощаем ему хрестец еще дополнительно, да? Ага. Ага. Можно на этом остановиться. А можно делать дальше. Остановились давай. Не, ну это основное вот, да. Сейчас основное, в принципе. Это основное, да. Просто мы сразу уже переходим к суставной гимнастике, как бы. Ага. Она же и элементами иммунальной терапии является, такой мягкой иммунальной терапией. Ну, мы сейчас и такое основное просто, чтобы было в самое время, да. Давай тогда вот этим элементам чуть похоже ему идем, да? Давай, да. Хорошо. Хорошо.